Нет смысла гнаться за объективностью Юнис Бео о нравственном выборе, политике и отношениях с родителями. 11 декабря 2018 года, 19 часов 28 минут Оксана Бойко Широкая Известность пришла к норвежскому писателю Юнис Бео после публикации серии романов о сыщике Харри Холле. Первая книга о детективе, не та пыль, увидела свет в 1997 году. Тогда же Низ Бео был удостоен премии. The Reverend Price. Как автор лучшего норвежского детективного романа. Впоследствии он неоднократно становился номинантом и лауреатом ряда престижных литературных премий. В интервью ведущей программы «Противоположности» на арте Оксане Бойко Юнис Бео рассказал, как на его творчество повлиял выбор отца во времена Второй мировой войны, объяснил, в связи с чем, на его взгляд, меняются политические предпочтения общества и почему он обменял бы писательский опыт на карьеру футболиста. Я никогда не слышала, чтобы у кого-то возникали вопросы, почему такой писатель, как Федор Достоевский, появился именно в России, а Марк Твен в Америке. Но знаю многих книголюбов, которые не могут понять, почему именно в Норвегии, стране безопасной и весьма организованной, появился такой плодовитый автор мрачных криминальных романов, как вы. У вас есть ответ? Не совсем. Не уверен, что сейчас так уж важно, из какой ты страны. Людей все больше и больше объединяют общие культурные отсылки и даже общий культурный фон, поскольку важной частью этого фона стала популярная культура. Когда мне было лет 19, я путешествовал, тратил все деньги на поездки по Азии и Южной Америке, и тогда культурные различия затрудняли для меня общение с жителями этих стран. Но сейчас молодежь по всему миру читает одни и те же книги, слушает одну музыку, смотрит одни фильмы. Да, но в ваших книгах много норвежского духа. Вы даете массу географических отсылок, пишете об обществе, в котором живете. На мой взгляд, любая хорошая книга в каком-то смысле является отражением личности ее автора, его национального и культурного опыта. Как вы думаете, почему ваши книги так близки читателям по всему миру? Полагаю, дело как раз в том, что я пишу о Норвегии, а людям интересно читать книги иностранных авторов. Я доверяю своим читателям. Веря в силу их воображения и ума и могу сосредоточиться на том, чтобы писать об осло, о тех, кого знаю и о вещах, которые меня интересуют. Люди сумеют прочитать между строк. Скажем, если вы начнете подслушивать чью-то беседу, то довольно быстро уловите ее суть, возможно, даже заинтересуетесь темой. И любой читатель сумеет заполнить пробелы, возникающие из-за культурных различий. Вы говорили, что у вас было совершенно безоблачное норвежское детство, пока вы не узнали от отца о самом драматичном обстоятельстве его жизни. Он сотрудничал с нацистами. Почему это стало для вас таким потрясением? Когда я рос, я слышал множество историй от родных со стороны матери, которые входили в состав норвежского движения сопротивления и активно боролись с нацистами. У меня сложился образ героического бойца сопротивления, а символом зла была немецкая каска. Когда мне было 15, отец сказал, пора тебе узнать, что я делал во время войны. И я сразу представил себе немецкую каску у него на голове. Это просто не укладывалось в сознание, отец и тогда, и потом был для меня героем. И не только потому, что он мой отец, но и чисто по-человечески, как личность. Потрясение, когнитивный диссонанс, который вы некогда испытали, это важная составляющая всех криминальных романов. То же самое вы заставляете испытать ваших читателей, когда переворачиваете для них воображаемый мир с ног на голову. Для вас это всего лишь литературный прием или своего рода психологическая месть, которую вы вершите всю жизнь. Я, можно сказать, методом проб и ошибок научился тому, что так характерно для современных сюжетов. Герой превращается в злодея, и наоборот, грань между добрым и злом оказывается очень тонкой. Жизни поступки персонажа вдруг предстают перед нами в совершенно новом свете и заставляют задуматься о противоречиях, которые есть в жизни любого человека. Как правило, ты рассчитываешь сыграть в фильме собственной жизни положительную роль, но иногда, если по-честному взглянуть на себя и на свои поступки, приходится признать, что роль твоя оказалась отрицательной. Как мне кажется, когда мы если не принимаем, то хотя бы осознаем, что люди таковы, сценарии нашей жизни несколько меняются. Истории подобного рода я и рассказываю, главный герой временами может вести себя правильно, а временами – нет. При этом читателю приходится смотреть на мир его глазами и мириться с таким положением вещей. Тему сложного нравственного выбора, который в свое время пришлось сделать вашему отцу, вы затронули в романе «Красношейка». Не возникало ли у вас во время работы над книгой внутренней борьбы, конфликта между сыном и писателем? Думаю, для писателя быть объективным – задача невыполнимая. По крайней мере, мне как билетристу кажется, что главное не в этом и нет смысла гнаться за объективностью. Но ведь вам приходится придерживаться определенных исторических фактов. Я взял пять разных персонажей, у каждого из которых были свои причины примкнуть к нацистам, и попытался показать разные точки зрения на события и политическую ситуацию тех лет, разное видение будущего, и при этом раскрыть многообразие глубоко личных побуждений, движущих людьми, в их числе и эгоистичные, и политические, и даже идеалистические. Идеализм, отчасти тоже поталкивал людей встать на сторону нацистов, многие считали, что таким образом воюют за свою страну и защищают ее границы. Насколько я знаю, вы говорили, что нельзя написать ничего, что в каком-то смысле не было бы связано с политикой. В сюжете «Красношейки» появляется президент США, увидим ли мы когда-нибудь в ваших книгах имя Дональда Трампа? Не уверен. В некотором смысле он слишком самоочевиден. Достаточно намекнуть на определенные типажи американского лидера, и он тут же придет на ум. Так что прямо имя указывать не требуется. То, как подают себя политики во время предвыборной гонки, тоже является своего рода сюжетом, даже не о самих кандидатах, а об обществе. И на том же Западе мы видим, что избиратели, которые раньше предпочитали благопристойных кандидатов с идеальным образом, теперь все чаще отдают свой голос другому типажу, небрежному, не идеальному. Как бы вы это объяснили с точки зрения писателя? Работа привычного механизма демократии людям в некоторой степени надоела. Они устали не от демократии как таковой, а от того, что политика постепенно перешла в руки элита. Возможно, подобное происходит не везде, но очевидно, что в таких странах, как США, мы видим реакцию на происходящее. Люди используют демократию, наверное, не лучшим образом. Но с другой стороны, почему бы не использовать ее именно так, если это поможет выбрать своего кандидата? На мой взгляд, здесь, в Норвегии, все еще существует представление, что политик должен быть близок к народу, так что нет какого-то желания избавиться от элиты и выбрать человека, который понимает и представляет народ. Главный герой ваших книг Харри Холли привлекателен в том числе потому, что у него, как и у обычного человека, есть недостатки и слабости, но время от времени он оказывается на коне. Я ни в коем случае не сравниваю его с Дональдом Трампом, но не кажется ли вам, что между ними есть что-то общее, по меньшей мере внебрежности образа? Да, определенно. Но есть и серьезное отличие, некоторые из сегодняшних властимущих, похоже, восхищаются собой. А вот Харри, наоборот, себя презирает. Он считает своим долгом служить интересам общества, но лишен амбиций. Так что в некотором смысле они похожи, но по большей части все-таки противоположны. Некоторые критиковали ваши работы за чрезмерное увлечение традиционной, даже патриархальной маскулинностью. Харри Холли в конечном счете, это старый мачо, который убивает драконов и спасает прекрасных девиц. Норвегия ратует в мире за гендерное равенство. Вы не чувствовали давление? В том смысле, что неплохо бы показать Харри в ситуации, где он везет ребенка в коляске или где его начальник, женщина. Нет, это история о человеке. И в случае с Харри важна его личность. Я даже не думал о том, чтобы писать произведения, которые выполняли бы в обществе определенную функцию, формировали политические позиции. И конечно, не подстраивал истории, скажем, под актуальные темы новостной повестки дня. Но был бы Харри феминист столь же привлекателен для читателей, как и Харри мужлан. На самом деле, я никогда не старался сделать так, чтобы Харри нравился читателям. Конечно, 80% из них женщина. Если хочешь, чтобы у тебя была по-настоящему широкая аудитория, об этих читателях нужно помнить. Но я никогда целенаправленно над этим не работал. В первом романе Харри спит с проституткой в Сиднее. Когда я это писал, я, наверное, думал, ладно, так нужно по сюжету. Читательницам он, конечно, не понравится. В романе «Снеговик» вы затрагиваете тему неверности, измены и того, как по-разному на нее смотрят мужчины и женщины. Для вас, как для писателя, это было просто удобным элементом сюжета. Или вы вкладывали некий подтекст, послание для всех неверных женщин? Нет. Попробую вспомнить, как я вышел на этот сюжет. Все началось с названия «Снеговик». Один мой друг работал над фильмом, и я подсказал ему такое название. В итоге он не стал его использовать, а у меня из головы «Снеговик» все никак не выходил. Позже я узнал о довольно неприятном факте, по статистике, у 15% людей настоящим отцом является не тот человек, которого они таковым считали. Это исследование проводилось в Швеции, и там фигурировала цифра в 20%. Но мне в такой показатель не верилось. В книге я решил снизить его до 15%. В итоге эту же цифру назвали и в более позднем исследовании. Для меня главным был мотив, насколько важно знать свои корни, знать своего отца. Мы в какой-то степени делаем вид, что сейчас это уже не имеет большого значения. Роль семьи взяло на себя общество, и кровное родство стало вещью второстепенной. Но чтобы понять, кто ты такой, нужно, я считаю, знать, кто твои родители. Возможно...